Исцеляющий душу прогноз на июль 2019 года для вас, мои дорогие козероги. Здравствуйте, меня зовут Станислава, я экстрасенсорный астролог и психолог, ангелотерапевт, владею рядом иных сакральных знаний, в том числе фэншуй, вастушастра. Обращайтесь ко мне лично, если вы хотите получить личную консультацию. Все мои контакты есть под каждым моим видео, а также во вкладке о канале на моем канале. Почта, скайп, инстаграм, вконтакте, фейсбук, пишите мне, будем работать, будем взаимодействовать, будем составлять ваши чудесные гороскопы и отвечаю на все возможные вопросы. Ну а сегодня я отвечаю на вопрос, что же прогнозируется на июль для вас, если вы козерог по асценденту, солнышку или луне. Прежде всего, мои дорогие козероги, самое главное событие, которое будет в июле, это, конечно же, лунное затмение в вашем знаке зодиака. Солнечное затмение, которое будет в противоположном для вас знаке зодиака в раке, не менее важно для вас. И так как эти затмения идут рука об руку, невозможно разделить эти энергии. Все течет, все меняется, все изменяется, все преобразовывается, после начала следует кульминация, так и после солнечного затмения следует лунное. О том, что принесет вашему знаку зодиака, как солнечное, так и лунное затмение, я подробно рассказала в своих отдельных видео. Заходите на мой канал в вкладку плейлист, есть плейлист отдельный, затмение светил 2019 рачок и козерожек. В этом видео вы сможете посмотреть, послушать свой прогноз по своему знаку зодиака на солнечное затмение. А в этом видео вы найдете прогноз на лунное затмение в вашем знаке зодиака, дорогие мои козероги. Конечно же, не забывайте смотреть прогнозы и по асценденту, и по луне, не только по солнышку. Важные затмения несут вам множество перемен. Перемены в вашей личности и в отношениях со значимыми для вас людьми. С мужем, с женой, если у вас их нет, они появляются. Если у вас есть отношения, они переходят на новый план. Если отношения неофициальные, становятся официальными. Если отношения плохие, но вы над ними работаете, они улучшаются. Если отношения плохие и вы над ними не работаете, отношения завершаются. Поэтому, конечно же, такие затмения могут приносить вам и разводы. Также это может быть история, когда за разводом следуют новые отношения и новый брак. Прежде всего, конечно же, браки я прогнозирую для тех козерогов, кто первый раз будет официально заключать союз. Если это не первый ваш брак, то, возможно, вам следует дождаться других затмений. Однако, всё не так просто, точнее, всё очень просто, намного проще, чем нам всегда кажется. Поэтому просто доверьтесь Вселенной, доверьтесь тому, что она вам приготовила. Посмотрите, что я вам рассказала на эти затмения ещё раз, если вы уже смотрели внимательнее, и сопоставьте с той информацией, которую я скажу дальше. Информация, которую я даю дальше, дополняет информацию по прогнозу о затмениях. Итак, в этом месяце больше всего активен ваш дом денег, дорогие мои козероги. Да, солнечное, лунное затмение на оси я, ты, первый, седьмой дом. А вот энергии больше всего в восьмом вашем доме. Прежде всего, в вашем восьмом доме будет ретроградным Меркурий. Меркурий в вашем восьмом доме ещё с 27 июня, но в ретро-движении он разворачивается 8 июля и будет двигаться по Льву до 19 июля в ретро-движении. Дальше продолжит своё попятное движение, но уже в знаке Зодиака Рак в вашем седьмом доме. Первую половину месяца вы можете решать вопросы увеличения капитала не только своего и не столько своего, сколько своего партнёра, мужа или жены или другого значимого человека в вашей жизни. Если вы на иждивении у родителей, то вы заинтересованы в том, что родители ваши больше зарабатывали. Если вы одинокий и у вас нет никакой материальной поддержки, однако она вам нужна, возможно, вы будете здесь занимать деньги, брать кредит или снимать депозит, если он у вас был, или получать дивиденды из каких-то своих вкладов, будете снимать деньги от ранее предпринятых вложений. Возможно, вы будете обращаться за деньгами к тем людям или к тем организациям, к которым вы уже обращались. Повторюсь, это могут быть как родители, как муж или жена, так и банки, какие-то другие организации. В общем, вы будете обращаться за чужой энергией, чтобы дополниться. И, скорее всего, вы это когда-то уже делали. Я вам рекомендую обратить внимание на ваши отношения с партнёрами. Даже если вы сейчас не в браке, не в отношениях, у вас наверняка есть какой-то человек, который вам помогает финансово. Может быть, тематика не любовная, не личностная, а бизнес. Если у вас есть бизнес-партнёр, здесь следует проверить, насколько этот человек честен с вами именно в области денег, в сфере финансов. Знаете ли вы вообще, сколько зарабатывает ваш муж или жена? Знаете ли вы вообще, какими деньгами обращает ваш партнёр? Или, например, ваш бухгалтер? Верно ли он вам сообщает средства, которые у вас имеются? Это необходимость вернуться за тем, чтобы выяснить, существует ли финансовый баланс. Есть ли равноценный обмен деньгами или деньгами, как вам больше нравится, между вами и вашим самым главным сейчас человеком в вашей жизни, вашим спонсором, вашим партнёром. Здесь также по седьмому дому вы можете пересмотреть цены на свои услуги. То есть существует ли равноценный обмен между тем, какой товар вы предоставляете и сколько вы за него берёте. Вы также можете пересмотреть здесь цены на свои услуги. И вот можете повысить цены. И седьмой дом – это дом юридический. Возможно, если у кого-то споры, судебные заседания, вы ждёте выплат судебных алиментов, тоже, возможно, по такому лунному и солнечному затмению вам произведётся выплата, или суд установит, сколько должен выплачивать ваш бывший муж. Здесь ситуация такая, что если вы не можете договориться устно, то, конечно же, вам на помощь приходят соответствующие инстанции. Судебные заседания разрешаются, особенно те, которые, повторюсь, связаны с деньгами, с совместными капиталами. У кого-то, конечно, из козерогов здесь развод, и производится отделёж имущества, то есть сместно нажитое разделяется. Но скажу вам, что здесь всё будет по справедливости. Даже больше вам скажу про карме. Сколько вам суждено, столько вы и получите, в принципе, денег в это время. Если у вас вопрос сейчас неденежный, хотя я думаю, что для вас деньги сверхактуальна сейчас тема, однако, если это неденежные вопросы и неденежный баланс, то это баланс энергетический другого рода. Может быть, это баланс сексуальный, когда у вас проблемы с сексом, либо его вообще нет, либо его слишком много, либо у вас неравноценный обмен с партнёром, когда кто-то больше даёт, а кто-то больше берёт в сексуальном плане, сексуальной энергии. Третий вариант. Если это не деньги и не секс, то это психология. Это тот случай, когда вы с человеком открыты, душа нараспашку, а он закрыт. Или, напротив, вы закрыты, а человек тянется к вам, любит вас, хочет вам давать тепло, а вы почему-то фе, бе, ты мне не подходишь. И на самом, как сказать вам, трансформирующем варианте, это энергия здоровья и трансформации тела. Когда что-то в теле отмирает и что-то на этом месте возрождается. Восьмой дом. Дом птицы феникса. Дом, когда, возможно, нужно уже провести конкретную операцию на теле. Может быть, эта операция происходит сама по себе, какая-то регенерация, что-то отмирает и уходит из вашего тела. В любом случае, это на благо, потому что, как бы вам сказать, отходы в себе носить нежелательно. То есть, отходы надо выводить в любом случае из своего организма. Да, здесь, возможно, вы решаете какие-то вопросы со здоровьем. И, возможно, они связаны с половой системой, с половыми органами. Также это, может быть, вопросы выводящих путей. Восьмой дом. Это у нас последние отделы кишечника. Там, где выводится все из организма. Соответственно, это и все, что рядышком. Тазобедренные суставы, бедра, ягодицы. Вот эта область, скажем так, пятой точечки и всего, что там рядышком, может быть проявлено. Может быть проявлено как выражение каких-то проблем в вашем физическом мире. Вот уже на уровне физического тела. Может быть это и психосоматика, тоже вполне вероятно. Но я думаю, что если у вас что-то есть со здоровьем, то оно уже сейчас у вас есть. И вы сейчас уже понимаете, о чем я говорю. Если же нет, то, слава богу, значит вы успели очиститься от негатива раньше. Это может быть негатив психологический, связан с вашим прошлым, с теми кризисами, которые вы переживали в прошлом, с теми операциями, которые вы уже пережили, но почему-то еще про них помните. Это операции на теле, быть может когда-то у вас были. Это операции с деньгами негативные, когда-то у вас были. Когда-то вам не вернули долг, или когда вы, может быть, слишком много кого-то спонсировали, да, иждивенец у вас был, и вот теперь переживаете. Может быть это и психологическая травма, и детская травма в том числе. Восьмой дом это дом психологии, поэтому у вас лучшее время обращаться к психологам. В период, конечно же, порекомендую вам, когда Венера будет идти по вашему седьмому дому, со 2 июля по 28 июля. Да, Венера по седьмому дому это о том, что прекрасно заключать браки для вас, лучший период для заключения браков. Но также Венера по седьмому дому, это, конечно же, когда вы обращаетесь к специалисту, который вам помогает с любовью, с радостью и с удовольствием. Потом Венера перейдет в ваш восьмой дом, и тут вот все вопросы денежные ваши гармонизируются. Скорее всего, решать вы будете свои денежные вопросы, а также сексуальные, кризисные, психологические, активно, спортивно, рьяно и напористо. Потому что кроме того, что в вашем восьмом доме и Меркурий ретроградит, и Венера будет в конце месяца, и Солнце зайдет 23 числа, самое главное, что весь этот месяц в вашем восьмом доме Марс. Ну, конечно же, Марс в восьмом доме досталось предостеречь. Не будьте слишком активными, потому что такие чрезмерные активности могут приводить к травмам. Марс в восьмом доме – это оперативное вмешательство в тело, операции различного рода. Остерегайтесь проводить операции в районе вашего лунного затмения, если только это не срочные жизненно необходимые операции. Вот лунное затмение будет у нас 16 или 17, в зависимости от в каком часовом поясе вы живете. Если вы в часовом поясе плюс 3, то уже 17 число будет, ночь. Вот возьмите плюс-минус 3 дня, этот период, когда лучше ничего не делать со своим телом, если только это не сверхсрочно. Да, Марс в восьмом доме вынуждает проводить операции, как на теле, как с финансами, так и психологическую операцию, отрезание ненужных связей, энергетических ненужных связей. Избавляйтесь от всего лишнего и от всего ненужного, дорогие мои козероги. Солнце, зайдя в ваш восьмой дом уже в конце месяца, точнее 23 числа, а в конце месяца и Венера зайдет ваш восьмой дом, все гармонизируется, все стабилизируется. Если тут активные действия по Марсу скорее воинственные, по сути, весь месяц, то под конец месяца уже действия, но по любви, с любовью, более нежные, более степенные по Венере. Конечно, в вашем седьмом доме Венера возможно увеличить доходы не у вас, а вот именно у ваших партнеров. Может быть, денег станет больше у других людей, у ваших клиентов потенциальных, что тоже все хорошо, что тоже все означает, что и вам будет больше приходить средств, энергии, любви, позитива. Я на этот месяц для вас, дорогие козероги, достала две карты из двух колод. Первая карта из целительной колоды. Я не могу вам сейчас ее показать, но думаю, что вы помните, если смотрели мои предыдущие видео, на ней изображены руки Архангела Рафаила. И вот из всей этой колоды я достала карту, именно карту с изображением Архангела Рафаила. Архангел Целитель с вами и поддерживает вас. Это карта на солнечное затмение в вашем седьмом доме. Поэтому прогноз мой таков, будут исцелены ваши отношения. И Марс в восьмом доме также будет для вас целительным. Если вам нужно отрезать негатив в отношениях, у вас это получится. Если же все ваши отношения сгнившие, полностью прогнившие, скорее всего вам придется полностью их удалить. Если же у вас нет отношений, то вы активно, рьяно, с Божьей помощью их найдете. Совершенство, преобразование, отсекание всего лишнего и всего ненужного для того, чтобы жить здоровой жизнью. Ваши молитвы об исцелении для вас или других людей услышаны. И архангел Рафаил ответит вам, высший целитель в царстве ангелов. Рафаил, чье имя значит «Бог исцеляет», охраняет вас и дает советы относительно вашего здоровья. Будьте уверены, исследуйте интуитивным импульсом, заниматься физическими упражнениями, питаться здоровой пищей, бросить пить или курить и так далее. Рафаил поможет вам уменьшить или исключить нездоровый аппетит, если вы попросите. Он также может увеличить вашу мотивацию, заинтересованность в упражнениях. Если вас попросят помочь со здоровьем кому-то другому, дорогие вам люди, клиенты или животные, то попросите Рафаила сопровождать ваши действия и слова. Рафаил пошлет божественную энергию исцеления сквозь вас, так что вы станете проводником высшей любви и света. Рафаил также направит вас на обучение, лечению, если вы об этом попросите. Целебная энергия архангела Рафаила изумрудно-зеленого цвета. Представляйте, что этот изумрудно-зеленый цвет окружает всех нуждающихся в поддержке. Даже если вы не сможете четко представить этот зеленый цвет, знайте, что в вас успешно активизирована целебная сила. Это лучшая карта, которая могла выпасть из колоды ангелов. Ну а на лунное затмение я достала карту из лунного оракула. И также, мои прекрасные козероги, чему я очень рада, для вас великолепная карта. Карта 17 лунного дня. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что будет в 17 лунный день у вас в июле. Посмотрите, пожалуйста, что у вас в натальной карте рождения в промежутке от 16 до 27 градуса весов. Знака зодиака весы 16-27 градусов. Что там у вас? Возможно, по той важной энергетической точке будет проигрываться лунное затмение в вашем знаке зодиака в козероге. В весах экзальтирует ваш управитель Сатурн. Поэтому обязательно проверьте, что у вас в этих градусах. Может там Куспид, может там МС, может быть там другая важная планета. И этот 17 лунный день соотносится, по-моему, с самым лучшим аспектом между Солнцем и Луной. Само по себе лунное затмение – это оппозиция Солнца и Луны. Но здесь, в 17 лунный день, идет аспект, кармический аспект, тетрананагон. Но этот аспект тетрананагона, он, как по мне, мегатворческий. То есть он одновременно и кармический, и творческий. Его значение – это 160 градусов. И его значение – возможность менять реальность силой собственного желания подчинять обстоятельства личным целям. Представьте себе, какие вы могущественные козероги. Но это и не удивительно, в принципе, в вашем знаке зодиака и ваш управитель Сатурн и Плутон. Конечно же, здесь эта карта на сегодняшний день. Я записываю прогноз 12 июня, но и в июле все еще будет ретроградный Сатурн, все еще будет ретроградный Плутон. И здесь будет Южный Узел, и здесь будет, конечно же, Луна, мои дорогие, на лунное затмение. То есть вот это о чем. Что вы имеете все возможности, все шансы, все силы менять реальность силой собственного желания. И подчинять обстоятельства личным целям. Это значение аспекта, тетрананагон. Ну а само значение этого лунного дня, 17 лунного дня, виноградная гроздь. В этот день рекомендуется предаваться удовольствием. Это день Венеры. И его значение такое. Плоды сотрудничества. Союзы. Дорогие, поздравляю всех, кто вступает в брак. Союзы. Выгодные сделки. Поздравляю всех, кто заключает партнерскую сделку, дорогие козероги. Сила влияния на внешний мир. Ваша сила влияния на внешний мир. Справедливое получение. Это о деньгах, то, что я говорила. И воздаяние. Снова-таки, возврат вам энергии. Чего вы сейчас ждете? Чего вам когда-то не додали? Может быть, вам это не додали еще в детстве? Любовь, признательность, в чем вы сейчас нуждаетесь. Деньги, партнер, любовь от партнера. Прекрасный лунный день. Повторюсь, плодотворное сотрудничество, выгодные сделки, способность менять окружающий мир, справедливое воздаяние, благодарность, выраженная в конкретных действиях, восполнение внутренних резервов, возвращение того, что было потрачено, вероятность обоюдной выгоды и достойной награды за собственные усилия. Поэтому, мои прекрасные козероги, исцеляйтесь и будьте счастливы. Всего доброго.